всем огромнейший привет друзья это вновь русская дымка меня зовут павел пойлов и мы сегодня в такой домашней атмосфере все потому что нам в кое-то веке пригодилась печка и сегодня мы будем с вами готовить ну шикарнейшее блюдо просто я его обожаю на самом деле когда вот вроде что-то хочется уж поужинать чем-то а не знаешь чем вот готовлю его фаршированные фаршированные шампиньоны ну естественно с порошкой сначала поставим картошку пусть она варится чтобы мы могли спокойно потом не ждать а то сами знаете как это все бывает с картошкой кстати нож подарили видали какой прям вот огонь огнище радуюсь не на радость я еще и голубри шучу не готовлю вот так вот картошку всегда кстати перед варкой чуть-чуть нарезаю когда на пюре чтобы это все у нас быстрее сварилась таким по-варварски подсаливаем заливаем водичкой и пока не вспоминаем вообще ней так ну что когда по пока картошка варится начнем готовить фарш на самом деле фарш очень простой я люблю когда мясо с какими-то такими кавказскими что ли оттенками поэтому всегда у меня есть приправа которая немножко добавляет вот это вот чуть-чуть остроты мы добавляем мясо какое кстати взял а ну естественно говядина свинина и нарезаем туда помимо лука еще и кинзы кинзу можно добавлять вот прям если она вам нравится то чуточку побольше чем просто там пучок я вот прям вот прям пучище вроде как пучище вначале сделаем фарш чтобы он настаивался потихонечку пропитывался в общем добавляем специи к мясу я добавляю чуть-чуть со стринкой не знаю я добавляю всегда много специй мне нравится когда непосредственно вкус вкус вот этот вот спичечный господи меня просто разорвут в комментариях за это слово но тем не менее специально напишите там как правильно короче я кинзу я здесь нарезаю мелко ну вы как бы смотрите тут это такая произвольная штука главное в этом блюде в кинзе это вкус и собственно да такой ну как и в специях как и в мясе как и в шампиньонах солим мы как всегда по вкусу нарезаем также наш фарш лучок без лука вообще никуда обожаю специи обожаю лук вообще хоть специи с луком ешь и перемешиваем наш фарш запах от кинзы с луком конечно стоит я не знаю как вы но я просто от таких балдею как в донарке я только стою думаю фреду фарш говяжины и свиной корову со свинушкой жалко так все фарш пока убираем сторону и моем руку открываем наш шампиньоны кстати по размеру шампиньонов не знаю мне нравится когда в этом блюде шампиньоны большие когда шампиньон типа найди шампиньон ну такие короче мы до русской дымки дальше аккуратненько из шампиньонов достаем жопки не ломая сам шампиньон вот таким вот образом все просто так жопки мы достали но кто-то кстати жопки эти выкидывают но я их нарезаю чтобы потом украсить пюрешечку ну помимо зелени так как оператор обожают когда украшаю все укропом вот поэтому нарезаем на мелкие кубики жопки жопки выкидывать нельзя их мы пожарим с жопками от хинкали кстати жопки от хинкали я вообще считаю что нужно сделать что-то чтобы жопки от хинкали можно было кушать потому что не нравится жопки от кинхали мне нравятся жопки от хинкали они вкусные такие блин там такое тесто прикольное плотное вообще огонь на что-то придумать чтобы жопки тоже есть фаршированные жопки хинкали в автоклаве ну что жопки мы поставили жарится картошка пока варится начинение шампиньонов начинается грибные грибные пельмени смотрите я добавляю примерно полторы вот в этот здоровый шампиньон еще примерно влазит полторы ложки столовой фарша ну а там вы можете даже с горочкой делать если там побольше миска хочется красивенько разравниваем пальцем можно конечно и пальцем как говорил кузьмич ну если вы не брезговать и я просто к этому так мед без меда прямо это это вот вы посмотрите что вы в шоу звезды вообще огонь просто я не знаю я прямо ржуха хочу на плену суши ну нельзя вот не могу я как хорламов не могу почему в камеру не могу не могу я мне нравится несколько четыре можно четыре ни одно четыре играют шесть или семь могу четыре назвать астана и ушел астана дальше все астана естественно регионы здоровым естественно красноярск это просто вообще и естественно борцы с киркоровым вот из-за киркоров да не борцы смешные я так сказал что потому что мама смотрит видео скажешь про киркова про киркова ничего не сказал вот получается у нас вот такой вот шампиньонище мясной вот и это все мы отправляем в духовку разогреваем как обычно до 180 градусов это блюдо я делаю без конвекции примерно ставим минут на 20-25 в общем здесь нужно смотреть по грибам как только они у вас начинают быть вот такими старыми грибами прям сушиться вы значит уже время немножечко как это слово про протеряли поэтому постарайтесь достать их вот прямо в между этими состояниями между сырым грибом и вот до того момента пока он весь и сохнет чтобы он был в самом соку через 20 минут мы еще посыпем сырочком это все так и жрать захотелось самому все поставили наши шампиньончики в печку примерно как я сказал минут на 25 но там будем смотреть по готовности потому что одну шампиньон и здорово и непонятно как будет себя вести поэтому 25 минут дадим а если там уже все вот готова там уже и сырчиком немножко посыпем вот так пюре я не знаю видно ли вам просто как в тумане был сейчас бы полотенце да подышать да оздоровиться как говорится не знаю кстати да в этом точно пюре я всегда добавляю кстати в пюре вот масло прям вот нормально ну типа одну тридцать смотрят наши видео они знают что она уже добавляет да не поводит кофе с маслом даже иногда масло намазываю маслом чтобы добавить в масляный суп и запить масляным напитком именно поэтому ты такой толстый мне кажется что кто-нибудь напишет стопудово вот гадалки не ходи так что ты тоже сейчас это приду к жене скажу что ты говоришь что толстый ничего не толстый мне парни в интернете сказали пацаны сказали ничего не толстый чё ты обожаю сливочное масло я уж за этот рецепт столько сказал слова обожаю как ощущение что все люблю нет и не все люблю рыбу недолюбливаю такая на скользкая скользкий тип особенно на лим вот кстати не понимаю вот честно людей которые делают пюре на воде вот прям вот не люблю пюре на воде и вообще не понимаю брат ты чё не относиться к тебе после этого мы же в команде работаем а ты тут такие страшные вещи про себя рассказывают молоко а почему а ты точно ты точно из наших из молочных вот этих вот из молочных рек и кисельных берегов а парень да молоко конечно пюре перестает быть пресным ну вот она она на воде вот просто ты туда мне кажется можешь специи добавить она все равно у тебя будет вот просто картошка с водой но это прям вообще но это невкусно конечно кто-то может быть напишет что-то и масло тоннами добавляешь только не говори мне что ты ешь окрошку на кефире я просто то я бы сам и сразу бы короче себя кто в воде темне нет если у тебя картошка не не сгнишься этот не темнее есть такое да поверь не но если гнилая картошка то темное пюре на воде получается да а если нет то нет капитан очевидность тут бы прикольно если у меня такая этот фуражка до детстве обжал так делать маму себя ругал если конечно же не надо было мыть ты делал так я любил тесто которое застаивается просто мама всегда такая смотрит смотрит мы на ближайшие не дошла она после этого не мыло мыло но не так тщательно видимо вот так вот они еще видите еще не скукожились такую шапочку можно прямо вокруг потому что мне вот например в этом бульоне нравится этот сыр поэтому я его никогда в такие блюда не жалею не жалко мне сыр вот такой вот я сырный тиран получается сыр обычный обычный твердый сыр никаких там только российский естественно естественно только российский без всяких вам там маздамов и отправляем отправляем буквально на чуть-чуть пять минуточек то имени теле ну что вот и готов чинка ух чуть-чуть я передержал сыр я обычно ну не не подсушиваю его сверху но сегодня так получилось декорации да кстати готов у нас готова и пюрешечка и посыпали мы их жопками которые пожарили до солью и перцем ну и конечно же наши грибы то есть примерно вот так вот я засервировал обычно когда опять же приходят гости я вообще в принципе люблю гостей я сервирую это блюдо вот так вот ставлю куда-то на центр и только шампиньоны добавляю и только жопками кормлю это жопками кормил а потом уже жопками грибов отдох ты не уточнил да ну чё вот пробуем я думаю что до дурашки рейтим попробовать подожди ты забыл сказать приятного аппетита нет и забыл сказать какие какая топ шутка из шоу звезды не без запомнилась чего себе да самая топ шутка из шоу звезды не запомнилась когда киркоров говорит этот говорил про что он говорит и вот говорит одна моя знакомая на бабушка ну как бабушка моя подруга меня здесь вообще не стало думал абрисовна тоже будет смотреть шоу звезды ты спалил вдруг это было так но я попробовала шопки шампиньонов это вкусно жопки то жопки то вкусно теперь осталось что сделать жопками от хинкали если вы знаете что нужно сделать зубку мелком кубку ну да может быть у вас есть лайфхаки что делать жопками от хинкали пожалуйста напишите на нашу студию по адресу останкина вторая студия справа или просто в комментариях так погоди а как грибы кушать отломаешь то есть отламывать или можно так проткнуть и можешь проткнуть и просто в рот его засунуть только он горячий он спалит все там сон да естественно это же грибной хинкаль на блин последнее время так полюбил шампиньоны серьезно да очень а с белыми грибами как у тебя дела обстоят жизни черный грибов важны ты смотри блин а то что то те шампиньоны больше нравится то ты пюрешку с водой ешь ну что еще за этот выпуск про тебя узнаю не имя клянусь вообще не ешь не смысле на ваня говорит что не сам ест в данный момент вот это вот кореш друг мать сестра мать сестра ну вот давайте отметим то что это лично для меня необычно фаршировать грибы обычно все наоборот что-то фарширует грибами а тут грибы фарш фарш это отомстил грибам получается классно но вообще и пюре принципе не нужно есть но тоже я вот например всегда пюре больше съедаю но больше чем кто-либо больше чем цена пюре чем сама пюре чем сама пюре да а как же можно разнообразить может быть какой-то соус можно соус но я бы соусы сделала в отдельное эти тот кто хочет например добавить на пюре допустим сметану ее более соленое сделать только как и бы куда макают макать грибы до грибы вообще в этот грибы вот здесь грибы с фаршем это по сути ну в любой соус ты можешь макать абсолютно так как есть мясо ты можешь сладкие соусы макать и в обычное томатное тоже можно но я вот вот им конкретно это блюдо не приверженец мне больше здесь нравится вот этот бульон сам вот сам вкус мяса вот поэтому я не особо как-то здесь ну что я думаю что ну что я думаю что вырежем нафиг вот такое друзья тоже простое очень блюдо не нужно запоминать кучу ингредиентов фарш если вы любите что-то добавлять вот в подобное блюдо то пишите в комментариях на что еще можно как еще можно вкусового по вкусовому на разнообразить эти шампиньоны ну а в целом все просто красиво и как всегда мы стараемся делать быстро чтобы вы могли это все сделать для своей семьи или для своих друзей павел глеб русская дымка увидимся и приятного аппетита сегодня очень буду плохо спать да будут сниться шампиньоны и я буду орать рядом ешь даже вот так растет 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 жопка растет видео там показано как жутко убирать быстро четко жопки так ну лишние килограммы также бы отрывались только аккуратно жопки будем жарить мы будем жарить жопки будем жарить жопки мы будем делать бабки так ну что а я ведь модель модель